Жители Металлургического района требуют отремонтировать небольшую улицу всего в три квартала. Проезд маленький, но очень важный. На нем находится детская поликлиника и подъехать к ней сейчас можно с трудом. Появится ли на трудовой новый асфальт Дарья Шведова выяснила. В пятерочку как-то подъезжают машины. Посмотрите, как в пятерочке машины подъезжают. Фуры разобьют всю дорогу. В колхозах лучше дороги. В резиновых сапогах даже не пройти. Эту дорогу и дорогой ты не назовешь. На улице трудовой сплошь ямы и ухабы, метровые лужи. Асфальта почти не осталось. Ремонта здесь не было уже больше 20 лет. Хотя проезд для микрорайона важный. Он один ведет к детской поликлинике. Очень же много здесь и автолюбителей. И еще у нас больница, которая детская больница, где дети лежат с различными осложнениями. И скорая, и реанимация. И такие ухабы, и такие ямы. Жители металлургического района требуют отремонтировать улицу трудовую. Собрали 1300 подписей. И обратились за помощью к депутату Госдумы Владимиру Бурматову. Он приезжает на встречу с горожанами и заявляет, уже обратился в мэрию. И чиновники включили улицу в план ремонта. Я считаю положительным примером. Потому что надо реагировать на такие вот вещи. И не только центральные дороги делать, но и те, которые являются такими, на первый взгляд, может быть, короткими участками, небольшими, но жизненно важными. Работы на трудовой уже начались. Улицу подготовили к ремонту полотна. Очистили от грязи. На данной дороге, это улица трудовая, на участке от Дегтярева до дома 35, будет выполняться ремонт изношенного верхнего слоя покрытия. Будет фрезероваться старое покрытие и укладывается новая асфальтобетонная смесь. И делается покрытие. Ремонт дороги начнется 6 июля. Ну а если не будет дождей, новый асфальт появится на трудовой уже к середине июля. Владимир Бурматов пообещал проверить результаты. Заставить подрядчика исправить недочеты. Ну если они будут. Добавлю, этим летом в металлургическом районе отремонтируют еще одну небольшую улицу. Байкальскую. Дарья Шведова, Алена Александрова, Евгений Молчанов, ОТВ.